Гаража механиков Год со старта ОБТ, часть 2 Продолжаем вспоминать главные изменения за год. Фракции, режимы игры и технические особенности были освещены в предыдущем выпуске. Советуем ознакомиться с ним перед просмотром этого блока. Ребаланс деталей Кроссаут все еще находится в стадии тестирования, и поэтому игра постоянно меняется. Временами — кардинально. Ноябрь принес с собой очень важный патч. В нем не было новой фракции или арены, но влияние на геймплей было значительным. Обновление стало итогом долгой работы над ребалансом в игре. Изменились параметры кабин, вспомогательных деталей, элементов конструкции и передвижения. Крафты на основе легких кабин стали наносить много урона, но лишились возможности дополнительного бронирования. Тяжелые машины, уступая им в мощи, смогли выделиться за счет прочности. Эффективные гибридные сборки с генераторами и двигателями остались актуальными. Рамы перестали влиять на показатели структуры. Их роль больше не пересекается с другими запчастями. Этим апдейтом мы хотели мотивировать выживших на создание более изобретательных крафтов, чтобы они чаще сталкивались в боях с неудобными и непредсказуемыми противниками. Некоторые комментарии были положительными, другие — продуктивными. Цель была достигнута, пусть и не сразу. Дополнительная балансировка происходила фактически в каждом последующем патче. Совсем недавно, уже этой весной, мы поправили характеристики контактного оружия, сделав его более привлекательным. Ховеры были поступательно изменены, одновременно став проще для борьбы и сохранив особенности деталей эпической редкости. Геймплейные механики Маленькие улучшения, которые делают жизнь чуточку проще. Начиная с июня прошлого года в кабинах бронемобилей выживших появились напарники. Они гарантируют небольшие, но приятные бонусы. Повышенный урон, увеличение прочности машины, улучшенную эффективность модулей и так далее. 38-й выпуск «Гаража» рассказывает все, что надо знать об этом аспекте. Отметим и заряд бодрости — особый параметр, возобновляемый каждый день. Пока выживший свеж, он зарабатывает больше репутации до достижения 70 тысяч суммарных очков. Подробнее о своей свежести можно узнать, наведя курсор на кнопку «В бой». В разделе «Личное дело выжившего» этой весной появилась вкладка «Сводка». В ней полный спектр актуальной статистики, включая информацию о бронемобилях, левиафанах, уровне лояльности у фракций, количестве боев, среднем числе убийств и количестве произведенных деталей. Можно посмотреть досье других игроков. В магазине стал доступен сканер. Он позволяет обнаружить на поле боя ценности, невидимые невооруженным глазом, и получать больше репутации. Вдобавок девайс открывает ежедневное испытание на 20 монет и расширяет лимит ресурсов на 50%. Выжившие могут купить набор неограниченное число раз, а время активаций суммируется. События Мир пустоши жесток, а потому мало кто празднует важные даты с таким размахом, как выжившие. Сколько мы всего отметили. Голова кругом идет. День Святого Валентина. 23 февраля. 8 марта. День дурака. Хэллоуин. Новый год. Формат всегда был сюрпризом. Появлялись новые потасовки. Заглядывали особые персонажи. Вручались подарки. Рыцари дорог за 12 месяцев заглянули аж дважды. Каждый раз Мартин вез с собой новые истории о земле обетованной и уникальной запчасти. И это не считая спонтанных раздач приятных мелочей, вроде новых красок. Комитет праздников пустоши заявляет, сбавлять темпы никто не планирует. Персонажи. С прошлого мая к войне за доминирование в пустошах присоединились. Эрик Шталь. Лидер степных волков. Популярность его была так высока, что он не был уволен со службы даже после потери руки. Райли. Глава детей рассвета. Ранее был руководителем одной из лабораторий корпорации Waterquart. Именно он создатель защитного комбинезона, противодействующего смертоносному воздействию Crossout. Адегон. Предводительница огнепоклонников. Никто не знает наверняка, есть ли у ведьмы какие-то волшебные силы, но связываться с ней никто не хочет. Хотя бы потому, что хан лично заинтересован в ее судьбе. Крысиный король Кеннет Перриш. Повелитель управляемого хаоса. Делец. Создатель королевской игровой площадки. Волкодаб. Опасный наемник с невидимой машиной, созданной на основе кабины вертолета. Зверобой. Охотник на животных, решивший теперь преследовать людей. Митчел. Лейтенант вывозит гражданских из зон боевых столкновений уже несколько десятилетий. Никогда не нападает первым, но жестко пресекает любые попытки ему помешать. Гронч. Пытался похитить рождественскую елку и убить дух Нового года. Но выжившие помешали ему в рамках специальной миссии. Ведьма Айви. Формально это не новый персонаж. Но куда в этом списке без нашей красавицы? Особенно в таком запоминающемся виде. И это только самые яркие герои. О всех и не перечислить. Лучшее из гаража механиков. Выжившие. Гараж механиков на протяжении всей истории старался развлекать и учить вас. Ролики останутся на канале. Поэтому мы напомним о важных или забавных темах, которые мы уже обсуждали. Как правильно играть в кроссаут после ноябрьского обновления становится ясней из гаража механиков номер 21. Этот выпуск советуем смотреть в первую очередь. Разница между параметрами структуры и урона разобрана в 24 ролике. Обязательно посмотрите, чтобы больше не путаться. Тема ховеров, включая победные тактики, раскрыта в гараже механиков номер 12. Выпуском ранее мы собирали первые крафты на турбинах. Публичная деталь тогда еще не была доступна. Можно оценить из чувства ностальгии. Краски стали главной темой гаража механиков под номером 22. Там же можно найти инструкцию про то, как их смешивать и что из этого выходит. Если немного отвлечься на цифры, то основную статистику кроссаут на конец 2017 года можно узнать из 26 гаража механиков. Там же упомянуты занимательные рекорды, вроде количества выездов игроков в популярных режимах. Выпуском позже мы собрали топы товаров на местном рынке. За небольшими изменениями они все еще актуальны. История про спор бешеного и ученого с участием шаттла на карте «Сломанная стрела» рассказана в выпуске номер 41. Несомненно, это одна из самых славных баек в пустошах за последнее время. История деталей кроссаут – целая серия, рассказывающая о неожиданных предках известных запчастей. Материала бы не вышло без наших преданных форумчан, готовых жадно раскапывать информацию. Если заинтересовались, то ищите нужные блоки с 35 по 38 выпуски. Если вы были подписаны на канал из-за гаража, то спешить прощаться не стоит. По-прежнему выходят «Робофайт» и «Кроссаут Шоу». В первом дерутся друг с другом самые причудливые груды вооруженного металла. А во втором можно получить внутриигровое золото за интересное видео из игры. Если этого мало, то полезно будет хотя бы следить за обновлениями. Ролики по крупным патчам продолжат выходить. А еще могут быть специальные видео, вроде этой подборки из 11 фактов об игре, которых вы не знали. Прощальное слово И это все, выжившие. На этот раз не на сегодня, а навсегда. Через неделю мы уже не увидимся. Путь был долг и непрост, но именно поэтому он и запомнился. Перед всеми, кто заглядывал в гараж каждую неделю, снимаем шляпы. Смотревшим время от времени наше уважение. Спасибо, что писали в комментарии. Указывали на ошибки, обсуждали, спорили. Иными словами, были неравнодушны. Если вы чему-то научились за это время, для нас не может быть большей награды. К черту долгие прощания. Машина готова, мотор ревет. Быть может, еще увидимся. Земля круглая. Это был Гараж Механиков. До связи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова